Добрый день, уважаемые читатели и зрители! В эфире Политклуб в Новгороде.ру. Здесь мы обсуждаем политические итоги недели и другие важные новости, которые произошли в регионе. Сегодня итоги с нами обсуждают руководитель автономной некоммерческой организации «Жизнь» Лариса Акманова, председатель регионального отделения Альянса врачей Дмитрий Соколов, депутат прогрессского поселения предприниматель Роман Савицкий, депутат Думы Великого Новгорода Никита Макаревич и экс-мэр Боровичей Александр Костючин. Начать наш сегодняшний эфир я предлагаю с темой медицинской. В начале недели власти с помпой заявили, что вопросами по коронавирусу и запись к врачам теперь новгородцы смогут сделать в одном едином колл-центре по определенному номеру 122. Мы его давали. Однако многие новгородцы сразу назвали эту затею бесполезной. Я лично проверила на себе, ну скажу вам, то еще удовольствие. Сначала дозваниваешься полчаса, а потом получаешь бесполезный совет обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы вам сделали бесплатный тест. Еще из-за него приходится пободаться. Скажем так, 9 месяцев ковидной эпопеи, а медицина наша новгородская так и барахтывается во всей этой системе, в этой ситуации предлагаю начать комментировать эту новость, это событие Дмитрию Соколову. Дмитрий, подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Дмитрий, вы врач, вы не понаслышке изнутри всю эту ситуацию знаете с ковидом. Как на ваш взгляд, за 9 месяцев что-то удалось в регионе улучшить? Или, собственно говоря, сегодня мы расхлебываем ту оптимизацию, которая была начата много лет назад в регионе? Ну, на наш взгляд, на взгляд медицинского сообщества, не только в нашем регионе, а во всей стране удалось улучшить. И с первой волны выводы не были сделаны, как я понял, в пандемии. И вот, и тут еще наложилось в нашей области, несомненно, это оптимизация. Мы помним, весной губернатор заявлял, что все больные коронавирусом будут госпитализироваться только в области. Ну, в Великий Новгород, что на базе, значит, районных больниц невозможно обеспечить лечение. Что мы сейчас видим? В районах открываются ковидные отделения. Акуловка, Старая Русска, Сальциево-сообщение прошло такое. То есть, уже, значит, Новгород не справляется с этим. И буквально за год были многие больницы оптимизированы. То есть, места отдаются под ковидных больных, а с обычными заболеваниями они могли бы лечиться в Шимске, в Машинском, в Демянск. Вот сейчас поражен коронавирусом очень сильно. Вчера буквально сообщили, что скорая двоих больных в тяжелом состоянии вывезла из Кемянска. Значит, выводы, как я понял, не были сделаны. Как я уже сказал, тестирование массовое не налажено. Вот я приведу примеры. У меня родственница заболела. Значит, у них на предприятии она сама сделала тест платный. А семь человек так болеют. Они тесты не сделали. Им ставят кому ОРВИ, кому остеохондроз, кому бронсит. Вот. Предприятие у нас есть, варнитурный завод. Там начальство, значит, решило, что у кого-то предприятие будем делать тесты рабочим. Кто выходит из отпуска, кто, значит, переболел, тем делают тесты. Вот буквально на днях молодой человек звонил, говорил, что я вышел из больничного с воспалением легких, переболел. Сделали тесты, мне не делали в поликлинике, в Акулах. Пришел на предприятие, оно проплатило, сделали тест, и у меня антитела уже. И там сказали, что делали 60 людям из предприятия, и у 20 обнаружили, у кого коронавирус, у кого антитела. То есть не охвачено. Ну, от этого статистика, вы сами понимаете, что доверять такой статистике, ну, мягко говоря, в таких условиях не приходит. Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. У нас по первой теме есть... По Коум-центру? Да. По Коум-центру. Скажу. Я скажу, что это бесполезно. Лучше бы в каждом больнице они организовали дежурство, справочную службу, которая по утюгке бы дежурил человек на телефонах. К нам вот сейчас обращаются люди, вот в профсоюз, к медикам, чтобы я вот буквально незадолго до эфира женщина обратилась, что я не могу дозвониться до врачей, до Акуловской больницы, узнать, как там муж, какие-то вопросы решить. Для этого нужно наладить справочную службу при этих, значит, лечебных учреждениях, чтобы человек постоянно сидел на телефоне, у него был бюллетень о состоянии здоровья постоянно. Какие-то вопросы он решал, если обращаются родственники больных. Ну, а вот в этот пол-центр, я не знаю, какие там вопросы могут сидящие люди на телефоне решить их в отдалении. Не всегда же можно где-то там что-то, а если бы они сидели непосредственно в лечебном учреждении, дежурили сутки там постоянно, она бы могла подойти к кому-то, что-то узнать, что-то. Сказать, успокоить. Психологическая служба тоже не налажена. Потому что больные, попадая вот у нас в Акуловке, они начинают нам сообщать, что меня привезли умирать, но если больной видит, что медики одеты, как, извините, космонавты, как во время чумы, у него уже начинаются такие ассоциации, что да, у меня что-то серьезное. И плюс еще родственникам не дозвониться. Закрытая система, вот она сыграла еще отрицательную роль. Где-то журналисты могли бы что-то донести. У нас же одна бока поставлена, что, например, федеральные журналисты сообщают, как там все хорошо, прекрасно. Больной попадает туда, и оказывается, что не так уж все и прекрасно. И начинается паника, звонки родственникам, родственники врачам. Вот такое. Спасибо вам большое, Дмитрий. Да. У нас по этой теме есть еще один спикер, Никита Макаревич, депутат Думы Великого Новгорода. Никита, подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Я знаю, что вы на своем опыте уже столкнулись с этой ситуацией. Как боретесь за здоровье, и что можете сказать о новгородской медицине в эпоху коронавируса? Да, здравствуйте. Хочу еще раз поприветствовать всех присутствующих. Действительно, тема такая животрепещущая, но она, с одной стороны, смешная, с другой стороны, очень трагичная. Ну и сразу начнем с этого полцентра, да. Когда я узнал, что у нас открывается полцентр по какой-то помощи больным людям, которые заболели коронавирусом, я сразу понял, что это еще один будет очередной такой повод для того, чтобы новгородцы повымещали гнев на нынешней власти как о неудачном эксперименте. То есть у нас проблема-то в том, что вот данным экспериментом власть просто еще раз дала повод, чтобы люди навострили копья против того, что она делает. Какие полцентры? Вот мы с вами сегодня говорим о том, что людям не дозвониться. Да, вот я специально, прежде чем мы сегодня с вами приступили к разговору, зашел в комментарии в самых больших сообществах, которые Новгородскую область охватывают. И сразу посмотрел комментарий, что там люди пишут. Два дня пытаюсь дозвониться. Квест, квест. У нас у новгородцев новый квест, как дозвониться. Действительно, звоню. Ну, взяли трубку, сказали сходите к терапевту. Но вопрос-то в другом, то что и к терапевту огромнейшая проблема просто дозвониться и спросить, ну что мне делать? Вот мне... И мы нашли, да, человек нашел деньги, чтобы сделать тест за свой счет. Потому что областная больница не справляется с тем, что берут бесплатно. У нас лично, у меня много товарищей, которые пришли, все-таки смогли пробиться сквозь баррикады к терапевту. Взяли у него этот мазок. Неделю сидит. Уже вернулся, не вернулось обоняние. Пропала температура. Уже с самолечением, там, всевозможными интернет-лайфхаками он себе здоровье поправил. Пришел, у вас положительный тест. То есть областная больница совершенно не справляется с тем наплывом проб, которые к ним приходят. Да, за деньги можно это все сделать. За деньги можно сдать сегодня этот анализ, сдать этот мазок и получить какой-то... Чтобы хоть как-то себя обезопасить. Кстати, добавлю к диагнозам. Предыдущий спикер выступает, говорил о том, что ставят ОРВИ, бронхит и все еще танзелит. Хронически у меня у родственника пропало обоняние. Стало не очень высоко, там, до 38 температура. Вот пришел терапевт и сказал, у вас хронический танзелит, поэтому сидите дома, ничего, все нормально, а мазок брать не будем. Не дождетесь, как говорится, результата. Вот. А по поводу того, что у нас всяческие вот эти вот дурости творятся. Ну, действительно, оптимизация еще с 2018 года, я помню, мы были на приеме... Была сход граждан в поселке Парфино, когда приехал заместитель министра здравоохранения, еще тогда Савалюк была, то есть ее заместитель. Приехала главврач Старорусской больницы, когда их соединяли, Парфинскую со Старорусской, все говорили, все хорошо у нас, все прекрасно, все, всех хватит. Но что мы на прошлой неделе видели? Все, Старой Руси не хватает врачей, Старой Руси не хватает обслуживающего персонала, те, кто работать будут с больными. Сегодня мы с вами открываем интернет, и что видим? В Новгородской области не хватает 295 врачей. Какие, извините за выражение, к черту, колл-центры? Нам нужны больницы, нам нужны специалисты. Ведь никто не слушает. Вот Дмитрий не зря затронул тему, то, что врачебное сообщество, оно постоянно ведет диалог с властью, говорит, что нужно конкретно специалисты, нужны рабочие места. Что сейчас получилось с этой оптимизацией? Да, они увеличили зарплаты, получилось увеличить кому-то зарплаты, но в итоге-то что? 9 месяцев с ковидной ситуацией мы не справляемся, но мы сейчас дошли до того, что кроме ковида у нас как будто бы других болезней нет. Куда делся туберкулез, куда делись все остальные болезни, от которых умирают тысячами, миллионами, миллионами людей? Куда все это делось? Никуда. С кем ведет контакт непосредственно наши жители Новгородской области? Они ведут прямой диалог с врачами, потому что врачи борются за их жизнь, за их здоровье. Также обращаются к нам, к депутатам. Когда начинают говорить врачи, власть что делает? Власть отворачивается и принимает какие-то свои меры. Когда приходят депутаты и говорят, что к нам обращаются те же люди, что и врачам, до свидания, мы знаем, как говорится, у них головы толще, они принимают какие-то решения, но потом выходит, выливается это все в то, что у нас неконтролируемая ситуация, лечить некому, а больных все больше и больше. Вот немножко к цифрам. Я не знаю, почему руководство региона, почему руководство России нашей необъятной такие делают оплошности, которые, в принципе, может сделать человек, которому нужно, если он так делает, ему нужно лечиться на конечной единице. Вот прямую дорогу ему туда. Вот в 2019 году я просто случайно наткнулся на стратегию социально-экономического развития области и посмотрел, что у нас на тот момент было 600 тысяч человек в населении области. И тут думаю, ну, раз есть такая статистика, открыл ту же самую статистику за 1990 год. Было 735 тысяч человек в области. 135 тысяч человек мы за это с 1990 по 2019 год потеряли. Сегодня цифры также ни в коем случае не утешительно звучат. Вот на сегодняшний день у нас население 596 тысяч человек. Ну, 596 с половиной тысяч человек. Смертность у нас продолжает превышать рождаемость. И по сравнению с прошлым годом она растет. В прошлом году у нас с января по август берем статистику, точнее в этом году у нас родилось 3205 человек, умерло 6735 человек. А в прошлом году за аналогичный период родилось 3519 человек, умерло 6534. То есть у нас прирост смертности 201 человек, сокращение рождаемости 314 человек. То есть если это в процентах, то на 17,1% у нас в этом году смертность увеличилась по сравнению с прошлым годом. То есть вот о чем нужно говорить сегодня. Какие полцентры нам нужно конкретно решать проблему. Если уж упустили ситуацию, дали возможность распространиться этой заразе, ну, давайте конкретные вещи какие-то, давайте не оптимизировать затраты на здравоохранение. Это же с федерального сверху, с федералов идет то, что в этом году у нас опять сокращение финансирования. У нас сокращение. Ну, понятно, нет денег, да где мы возьмем с вами качественных, квалифицированных сотрудников, врачей, которые должны этим заниматься. Еще раз говорю, что я убежден, что этот полцентр полная профанация, это еще один определенный цирк непонятный какой-то, уже агонии даже это не назвать, понимаете. У нас медицина, все, она, к сожалению, в Новгородскую область убрать, она, к сожалению, уже все, последнее из дыхания. То есть это уже даже после, постагонистические какие-то моменты. То есть здесь даже сложно сказать, что нужно сделать. Ну, конечно, ситуация упущена, и я думаю, что все-таки нужно прислушиваться к мнению врачей, к мнению специалистов в данных направлениях, то есть кто на что учился. Поэтому делать колл-центр, это хорошо, да, может кто-то скажет, что это дополнительные рабочие места. Но с той тенденцией и с той динамикой, с тем, к сожалению, в закавычьем, развитием отрицательных моментов в Новгородской области, все-таки я очень боюсь, что меня пугает это, что все-таки какой-то геноцид со стороны руководства, он все-таки просматривается, прослеживается, и куда он нас приведет, к сожалению, только можно с ужасом, с ужасом за этим наблюдать. Да, спасибо вам большое, Никита. Да, очень сложно спорить с тем, что вы сказали, остается лишь согласиться. Предлагаю перейти к следующей теме. Она у нас из города Боровичи. На днях глава Боровического района подтвердил, что в этом году новую школу не достроят. Игорь Швагерев признал, что до конца года, остается-то совсем считанные дни, не успеваем. Он нашим коллегам из Красной Искры вот что сказал. Все мы видим, понимаем, что школа в микрорайоне Мстинский строится с большим отставанием от графика. И, конечно, к концу декабря ни о какой сдаче объекта в эксплуатацию речи уже не идет. Надо заметить, что летом мы уже обращались к теме долгостроев и недостроев. И это проблема системная. Это не только проблема города Боровичи, отдельно взятого, или Великого Новгорода. Это касается всей нашей области. Сегодня разберем конкретно эту ситуацию снова со школой. У нас на связи два человека. Первому предлагаю взять слово вам, Роман. Подключайте, пожалуйста, свой микрофон. Вы нам летом очень подробный экскурс сделали. Сейчас предлагаю немножечко сделать это короче. И, по-вашему, в чем причина, где собака зарылась? Добрый день. Смотрите, ситуация на самом деле, она действительно системная, потому что никто не знает, в какой момент ему понадобится двигать то решение, которое кто-то принимал до него. Поясню, что под этим стоит. Так, очень коротко. Решение о выделении земельного участка вот в этом месте, да, на микрорайоне Мстинский, под строительство школы, там, и детского садика, он был принят очень давно. То есть задолго до прихода шлагеря. Изменение в генплан и деление этого участка производилось еще при моем Михаиле Костюхине. У меня есть там выкопировка, что в 2016 году этот участок выглядел по-другому. То есть он был другой формы, других площадей, и в нем не было включено той болотистой части, которая находится, ну, по сути, между школой сейчас и многоквартирными трехэтажными домами. Ну, то есть кто-то давно принял решение, что в этой школе по генплану внесли изменения, все. Вот школа будет там. Будет, не будет, мы не знаем, мы запланировали ее вот в этом месте. Все. Ну, нынешняя власть столкнулась с ситуацией, что, да, вот, надо школу устроить, в генплане есть место, вот. Ну, какое-то место не очень удачное. Что делает нынешняя власть? Она меняет границы территории, увеличивает площадь участка, ну, потому что нужно было 3-3 гектара. Об этом все уши прогружали о том, что нужно 3-3 гектара. Они увеличивают площадь территории, включая туда, для того, чтобы зайти в эту программу, включая туда болотистую часть, где, ну, по сути, там течет ручей. То есть увеличивают площадь земельного участка настолько, чтобы, как бы, хватило для захода в этот проект. Зашли, все, убеждали весь город. То есть публичных обсуждений не было, было убеждение. Мы должны строить там попыток делать какие-то там варианты. Выбрать другую территорию, там, учесть на будущее, что надо еще что-то строить. Никто этого не сделал, это никому не нужно было. То есть, ну, в какой-то момент, в 18-м году поняли, что, ну, вот, ну, это все. Это не... Этим людям, которые сидят на руководящих должностях, нужен этот проект для того, чтобы отчитаться наверх. Все. То есть они вот это место упирают рогами, и все, мы будем здесь строить школу. Это единственное место, которое подходит. И причем, смотрите, какая ситуация интересная. На строительство, на публичное слушание по строительству школы люди пришли, люди высказывали свое недовольство и все такое. В таких случаях руководство, как правило, говорит, как публичное слушание имеет рекомендательный характер, поэтому, как бы, ну, мы вас услышали, мы вас послушали, все хорошо, все прекрасно. Но сделаем мы по-своему. Когда начинается вот сейчас будут обсуждения проекта бюджета, и люди не приходят, власть поступает по-другому. Она говорит, ну, людям не интересно, видите, люди не пришли, значит, людям не интересно. Вот такой вот у нас народ не ходит. Как бы, а люди пришли один раз, посмотрели, что, ну, они высказали свое недовольство, высказали варианты, потому что, ну, место не очень хорошее, место действительно оказалось не очень хорошее, как сейчас уже показывает практика. Людям, ну, так, наплевали на их мнение, да и ладно, мы не строим, не строим, вы-то что такое? Вы что, хотите туда детей водить? Да давайте мы сначала построим. Вот такое отношение очень такое, некрасивое, да? Предражается. И если бы не было альтернативы на какое-то предложение, ну, наверное, можно было бы говорить о том, что да, вот, нет места. Но при этом, я же вносил в наше предложение это. Но с этим предложением надо было работать, это нужно было принимать какое-то вновь решение, что нужно провести какие-то подготовительные работы, там, заложить деньги, там. Ну, в итоге, смотрите, какая ситуация. Сейчас строить школу, да, вот этот проект, там, и он реализуется. Мы еще, наверное, поговорим про то, как он, на какой степени он сейчас находится, но суть в том, что он, как бы, реализуется. Но инфраструктуры вокруг никакой нет. Дорог вокруг нет. То есть, и проект дороги, который выполнен, он выполнен, ну, он кривой. То есть, там дорога, как бы, планируют так, что дорога будет от школы через кварталы проходить, и все такое. Нет. Там будут два куска дороги, и эта дорога будет просто идти в никуда, согласно проекту. То есть, будет такая же история, как со школой, да, построили ее, воткнули, и все. А область конкретно сказала, что на инфраструктуру вокруг школы денег вам никто не даст. То есть, ищите ее сами. Ну, соответственно, это ложится на бюджет. То есть, нужно туда строить дорогу. Потом выяснились моменты, никто не делал гео... Ну, как, обследование земельного участка, что там, собственно, под землей. Когда начали копать и ковыряться и делать, опа, надо свайное поле. Я об этом на публичных слушаниях говорил до того момента, забыл еще до того, как они начинали работать. Что там нужно будет делать свайное поле. Мне все... У меня уже запись в публичных слушаниях есть. Это было в первой школе. Все говорили, там все хорошо, там все отлично, все прекрасно, никакого свайного поля, что вы придумываете. В итоге сейчас это свайное поле делается, это опять же делается, это нагрузка на бюджет. И, ну, это... По сути, это там кредиты берут для того, чтобы я не разбирался еще так глубоко в этих хитроспетинах финансовых. Но суть в том, что те, кто принимали решение строить школу в этом месте, это вот нынешнее руководство. Оно вообще не думало о том, какие последствия это принесет. То есть что там надо? Инфраструктуру строить. Да ладно, потом сделаем. Свайное поле там, типа, да, у нас что по проекту, тут все нормально по проекту. Ну, то есть люди, которые что-то делают, они вот как-то не думают, что будет следующим этапом. Они не думают, какие затраты лягут потом на бюджет для того, чтобы эту школу обустроить. То есть чтобы построить туда дорогу, нужно сделать проект, нужно сделать... заложить деньги в бюджет. Откуда эти деньги взять сначала? Ну, там, если область даст, хорошо. Если область не даст, значит, кто-то будет ездить по плохой дороге еще несколько лет. Вот и все. То есть человек, который принимает, управленец, который принимает решение о строительстве вот такого социального объекта, он не думает наперед обо всех вариантах развития дальнейшего события. То есть возможно... Да-да-да, я поняла вас. Смотрите, какое у меня предложение. Закольцуем эту тему, но после того, как дадим слово сейчас Александру Костюхину, вы упомянули его супругу, я думаю, ему тоже есть что сказать, и уже затем возвращаемся к вам и говорим о том, что сейчас, на какой статии находится строительство, если вы не против. Александр Алексеевич, подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Вы у нас неравнодушный гражданин города Боровича, а в прошлом мэр города. Подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Ну что, Роман упомянул Марину Михайловну. Да, действительно, школа планировалась еще при Марине Михайловне. Ту дорогу, которую школа строится сейчас напротив полиции, дорогу, которая идет к полиции. В 17-м году у Марины Михайловны и у депутатов были уже заложены деньги, и в 17-м году она должна была быть построена. Насколько мы помним, против Марины Михайловны выдвигалась такая версия, что уволили ее за долгострой. То есть в плане Центра культурного развития даже не было. За полтора года его построили на 90%. И Марину Михайловну сняли за то, что она вроде бы как долго его строила. И в настоящее время, я тоже и летом, и осенью был около строительства этой школы, и видел там табличку. На табличке не было ни Швагерева, никого другого. Там была фамилия Путин, и была фамилия Никитин. Вот. Сейчас почему-то эта табличка исчезла, но это государственные люди, не то же какие-то там местные депутаты или местные главы, которые сейчас ими назначаются. Если их фамилия там есть, значит, они, и если эта школа планировалась быть построена еще в 2019 году при Марине Михайловне, то о чем можно говорить? Значит, она 26 декабря, да, там сейчас на табличке висит дата сдачи объекта, она строится с 11.11.2019 года. То есть уже год, если фирма китайская, которая, я даже название не запомнил, не государство, а фирма, построила за 90, за 19 дней небоскреб 57-этажный, и я видел, как это строительство происходит, там было 6 кранов. Сейчас на стройке, насколько я знаю, 3 крана. Там применялись современные технологии. И здесь применяются современные технологии. Если наша сборная в 1972 году, парни какие-то, юные, да, баскетболисты, за 3 секунды из проигравших превратились в победителей и завоевали олимпийские медали, то я не думаю, что Путин, Никитин не смогут выполнить свои планы и не построить школу, срок, который расстроится, уже целый год. И у них еще впереди целых 23 дня. Поэтому я уверен, что реальные пацаны, как выражает у нас президент, на блатном жаргоне, да, любит он выражаться, за свои действия отвечают и построят эту школу срок. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Ваши слова бы до нынешнего главе района в уши. А причем, да, вот глава района упадочное настроение, да, вот так-так. За ним стоят такие великие люди нашей страны, да, а он вот так их подставляет. Спасибо вам большое. Ну что, Роман, возвращаемся к вам. Нынешние состояния, ваши прогнозы. Вы разделяете такой оптимистический прогноз вашего коллеги по эфиру? Или, собственно, Швагерев-то вовремя сознался, что не достроит к концу года? Смотрите, история какая. Александр Алексеевич, может, не знает, но табличка с надписью «При поддержке губернатора Андрея Никитина и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» табличка висит до сих пор. А, немножко в стороне висит, но как бы не рядом. То, что на табличке написан срок 26 декабря, 27 декабря, срок написан неправильный, потому что в контракте, который выгружен на сайте госзакупок, указан срок 1 декабря. То есть, как бы, срок задачи школы уже прошел. Все. Это было позавчера. То, что начали летом подготовку к... Ну, я буду называть вещи своими, давайте так. То, что начали летом готовиться к тому, чтобы не отдавать деньги обратно в федеральный бюджет и придумывать различные мутные схемы. Опять же, схема рабочая, законодательство позволяет. В Новороссийской области КОНЗ это уже применялось. То есть, деньги из-за ведомственного учреждения, подведомственного администрации района НКУ, служба заказчика, перегоняются путем смены заказчика, перегоняются на муниципальное образовательное учреждение. То есть, школа становится заказчиком, и, соответственно, школа, как отдельное автономное учреждение, эти деньги в федеральный бюджет уже не возвращает. То есть, сейчас разговор идет о том, что заказчиком выступает уже школа. То есть, по сути, это корпус, второй корпус первой школы, в которую сейчас ходят дети. Когда были публичные случаи, разговор был про то, что там вторая смена или не исчезнет, когда построят школу, не исчезнет. Вторая смена, об этом тоже уже признали, что глупо говорить о том, что вторая школа исчезнет, когда построят эту школу, потому что она никуда не денется, и вам это все равно все вспомнят. Поэтому они потихонечку в течение года из твердой уверенности, что да, мы избавимся, частично, ушли в то, что мы от нее не уйдем. Вот риторика поменялась очень интересно. А сейчас я могу прочитать вам один интересный момент. У меня есть... Сейчас, 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 я открою. У меня есть, значит, выдержка из судебного заседания, которое началось сразу же, как только поменяли заказчика. То есть вся вот эта история, на самом деле, со строительства школы, она сильно напоминает такой договорняк между заказчиком и подрядчиком, что мы, если что, ну, там сейчас придумаем, как нам от этого всего уйти, не только строим. То есть вот выглядит приблизительно вот так вот, потому что, ну, это не прикрыто, на самом деле, это открыто такая, открыты такие вещи. То есть понятный человек, который немножечко понимает в 40 вот этих закупках вот этих, в взаимоотношениях федеральных бюджетов и прочих там моментах, эмоции. Вот смотрите, значит, читаю прямо с сайта арбитражного суда Новгородской области, что в арбитражный суда Новгородской области обратилась с исковым заявлением к очень муниципальным и образовательным учреждениям средней школы номер один, обратилась общественная с ограниченной ответственностью Деметра. Это, собственно, застройщик, который строит эту школу. То есть застройщик 20... Так, 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 ну, да, он в сентябре обратился, вот, значит, об обязании подписать дополнительное соглашение о продвинении сроков выполнения работы до 1 сентября 2021 года. То есть на год, ну, получается, на 9 месяцев сейчас, если бы выглядит, на 10. 29 октября исковое заявление принято к производству, на 19 ноября назначено заседание. В предварительном судебном заседании, вот смотрите, какая интересная формулировка, ИСТЕС поддержал свои требования исковые, а ответчик предварительный... Ответчик — это школа. Вот. Ответчик в предварительном судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление. И разрешение требований оставил на усмотрение суда. Что написала школа в этом отзыве, в судебное заседание? Ну, как бы, я не знаю, потому что информации нет в открытом доступе. Вот. Ну, можно поинтересоваться, наверное, у директора школы, да, как это... Что заявлено в отзыве на этот иск? То есть, ну, с юридической точки зрения школа не принимает однозначного решения, и она не соглашается на условия ИССА, и не отрицает категорически условия ИССА. То есть такое, знаете, воздержались, хотя они являются заказчиками, то есть они должны преследовать какую-то определенную позицию, то есть четкую, выстроенную позицию. Вы строите школу, ребята, вы строите школу, вы не успеваете, вы там не укладываетесь, давайте делать. Мы уже много чего слышали от ИЗУС Белого района по поводу планов, по поводу сдвигающихся сроков застройки, догоняющих графиков и прочего, и прочего, ничего вообще не работает. То есть мы видим, да, прекрасно, то есть это все в публичном поле производил, по телевидению, все это говорилось. Когда у вас встреча с губернатором, тоже рассказывалось, что да, вот мы в октябре все подключим, все прекрасно, все успеем. Ну, так получается так, что если они в августе готовились к этому мероприятию, то когда была встреча с губернатором на стройке на это, и у главы района, глава уже прекрасно знала о том, что все эти мероприятия по смене заказчика и прочего ведутся, ну, потому что там присутствовал директор школы, вот, номер один. То есть в любом случае все прекрасно знают, то есть они действуют по такому принципу, что ну, не строим, не строим. Давайте придумаем вариант, как настроить подольше. У нас сейчас такая же история со строительством набережной. То есть вот оно еще не началось, но предвидя вот эти проблемы, которые будут такие же, как со школой, да, со строительством школы, заказчиком выступает Центр культурного развития, то есть муниципальное учреждение, там, ну, учреждение, которое не будет возвращать деньги в бюджет, если будут какие-то там проблемы с исполнением этого контракта. То есть они могут там продлевать, думать, и к ним не будет такого внимания, ну, пристального, как вот, если это будет, например, заказчиком, будет какое-то подведенственное утверждение администрации. То есть мы наблюдаем все, это просто схема, она потихонечку обрастает, можно и там заниматься, и тут заниматься таким делом, ну, так немножечко, наверное, это неправильно. С точки зрения ухода для того, чтобы деньги возвращать, ну, да, надо школу строить, потому что если деньги вернутся, то никто из школы за свои деньги не достроит. Но вопрос, знаете, какой, если финализировать всю эту ситуацию, у нас глава соседнего района, Акуловского, вылетел с должности, ну, считается, да, что он вылетел с должности за то, что он работал над проектом и реализацией там строительства детского сада. То есть он там занимался, работал там, я не знаю всех деталей, всех этих моментов. Но суть в том, что когда ситуация подошла к тому, что детский сад, всем стало понятно, что детский садик не построен, в положенный срок, тот, который был в положенном срок, глава освободил занимаемую должность. По, ну, мы все видели это, и в публичном поле обсуждалось, и все. Здесь все красиво, все хорошо. Ну, можно только сделать вывод для качества управления, вот и все, и района. Я про регион вообще молчу. Я говорю именно про район. То есть, в принципе, все спускается с рук, что бы ни делалось. Вот и все. Спасибо вам большое, Роман, за такую хорошую оценку ситуации. Посмотрим, что будет с набережными. В Новгороде они тоже сейчас строятся. Сейчас предлагаю подойти к нашей заключительной теме. Надеюсь, она будет немножечко более позитивной, хотя не менее долгоиграющей. Лариса, подключайте, пожалуйста, ваш микрофон. Напомню, что в Великом Новгороде официально зарегистрировали приют для животных. Как наше издание на днях сообщало, они получили официальную регистрацию, и центр временного содержания животных без владельцев разместился в здании бывшего кинологического центра ОМВД на проспекте Корсунова, 32, корпус 2, если быть точнее. Но, как мы все помним, процесс создания растянулся на много-много лет. В этом году нижегородский подрядчик, который выполняет контракт по отлову животных, заявил, что предложенное ему здание фактически не нужно. Что же происходит сегодня в центре, и с чего начиналась эта борьба за наших братьев меньших? Лариса Акманова, словом. С такой просьбой, что в нашем городе все-таки должен быть приют для животных. Но тогда эта тема называлась, вернее, скажем так, мы просили центр временного содержания. Потому что были оппоненты, и мы объясняли, что почему не приют, а центр временного содержания. Для того, чтобы нам временно содержать животных, связь, стерилизации, вакцинации, через какое-то время животных отпускать. Каких-то животных, если мы понимаем, что они достаточно социализированные уже, и они могут найти свою семью, оставлять там. То есть, образно говоря, такой круговорот должен быть, ну, в природе, скажем, да, так и в этом центре. Потому что приют, он, в принципе, подразумевает под собой, что животное, если поступает туда, оно живет столько, сколько, в общем-то, может быть, даже до конца жизни. Для того, чтобы его просто не забросали животными, нам нужен был вот такой вот центр. Значит, столько лет проходит, и вот в 2015 году, с приходом нового губернатора Андрея Сергеевича, вновь я обратилась с этой темой к нему, Андрей Сергеевич, честно скажу, пообещал, что он приложит массовое усилие для того, чтобы в Новгороде появился приют или центр временного содержания. И, честно скажу, может быть, моя как раз-таки немножко оппозиция от предыдущих, да, вот выступающих, я была, если останусь благодарна Андрею Сергеевичу, потому что именно благодаря нашему губернатору была найдена возможность, да, где, во-первых, этот центр, либо приют может, ну, находиться, и вот было решено как раз-таки, что вот бывший центр технологический подойдет. Но, единственное, там, конечно же, нужно приводить все в порядок, делать ремонт. И именно благодаря Андрею Сергеевичу, опять же, ну, пусть как хотят, ко мне относятся люди, да, именно в течение года ему удалось из федеральной собственности, это очень достаточно трудоемкий такой процесс, да, как бы, чтобы федеральная собственность стала муниципальной собственностью. Вот этот перевод, это куча документов и так далее. И вот в прошлом году все-таки бывший кинологический центр, который находился в собственности федералов, стал муниципальной собственностью. Далее, значит, что происходит? У нас еще не было закона, который бы обязывал иметь на территории, ну, скажем, каких вот областных центров, даже как Новгород, да, приют. То есть, либо этот приют может там быть частным или еще каким-то, но не было конкретного закона, который бы обязывал. Мы предупреждали власти неоднократно, да, местные, что, ребята, ну, не будем оттягивать вот это удовольствие, потому что, когда вступит в закон, и мы понимаем, да, что у нас будет с этим. Дальше, что происходит? Значит, мы не смогли выйти, ни одна организация наша, Новгородство, ни одна не смогла выйти на контракт, потому что контракт разыгрывался не как обычно на год, да, а на 20 с лишним года, большая залоговая сумма, в результате выходят нижегородцы, которые начинают, ну, они заключились с местными ловцами, там, да, как-то вот до товара, и отлавливаются там животные. Значит, наступает этот год, 2020-й, и 1-го числа вступает в его закон 498-й, по которому именно получается, что каждый город, ну, в частности, не менее такой, как вот Великий Новгород, должен иметь приют. Он может быть частным, он может быть муниципальным. То есть мы не можем, опять же, обижать муниципальные власти сделать муниципальный приют. Но, если кто как-то не знает, то есть такой нюанс. Безназорные животные, вообще животные, да, это что у нас, имущество, либо человека, если это домашнее животное, если это безназорное животное, то это имущество муниципалитета. Хотим мы, не хотим, заботиться об этой проблеме, в первую очередь, должны муниципалитеты. Они могут не строить приютов, но они должны, об этом животном заботиться, то есть решать проблему, в первую очередь, они, а не волонтеры. И второй момент, приюта может не быть, но в таком случае невозможно выполнять работы по контрасту, да, то есть отлов, стерилизация, то есть вот этот, еще сопрошенно называется, ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, выпустив до описания через 10 дней, потому что отловленное животное кем угодно, даже частным, физическим лицом, да, оно должно помещаться только в зарегистрированный приют, официально. Понимаете, к чему я подвожу? В результате, с чем мы столкнулись, то есть есть Нижегородская некая фирма, которая ловит по контрасту, она вышла официально на контраст, но всех животных, которых они отлавливают уже весь этот год, они не имели права сажать куда-либо на передержке, к волонтерам, кому угодно, только лишь в зарегистрированный приют, то есть идет уже целый год нарушения закона. Ладно, закрыли глаза, бог с ним, проблему решать надо. Дальше, что происходит? Мы решаем создать новое НКО, которое входят, да, представители нашей организации, она жизнь, представители фонда спасения и бараллической Найды. То есть сделать некое такое вот сборное НКО, то есть людей, представители этой организации, которые заинтересованы уже много лет в гуманном решении проблем обеззорных животных. Это НКО мы создаем, но дальше мы встречаем ряд, скажем, задач, проблем, которые необходимо решить. То есть, необходимо, чтобы вот эта территория, которая была передана муниципальной собственности, была зарегистрирована. Для этого она должна соответствовать определенным требованиям, которые, да, находятся в законе, прописаны, вернее, в законе в 498-м. И дальше именно нижегородская фирма должна выступать, поскольку она работает по контрасту, да, а по контрасту эта территория еще в прошлом году была как бы с ним приписала, просто она им оказалась не нужна. То есть вся инициатива для того, чтобы там проведен ремонт, так далее, так далее, и так далее. Понятно, где Нижегород, где Новгород. Чтобы сильно не запутать людей вот в этой вот цепочке, значит, есть НКО новая, которая согласна там работать, есть территория, да, которая переведена в муниципальную собственность, 1 декабря зарегистрировали официально эту территорию под приют, хотя там еще достаточно, мы понимаем, да, много дел, но тот минимум требований, которые должен отвечать приют при регистрации, они как бы выполнены. Вот. Дальше происходит следующий момент, должен вернее произойти. Нижегородская фирма должна с нами с новым НКО возрождение заключить договор, по которому они берут нас на субпотряд, там, да, как угодно, чтобы мы могли уже на законных основаниях официально, в официально зарегистрированном приюте в Великом Новгороде, да, работать, то есть производить вот эти все манипуляции и, в первую очередь, по контракту. Если так понятно, я объяснила, потому что, ну, это сложная цепочка, которую, к сожалению, придумали не мы, да, она изначально вот вытекла из того контракта, который был заключен на 26-го года, непонятно для чего, ну, я просто думаю, как всегда, а вот пронесет, а вдруг там что-то не кручится, но пришел этот год 20-й, вступил в силу в закон и пришлось суетиться. К сожалению, очень много было потеряно времени, вот, ну, вот такова ситуация сейчас. Тем не менее, мы движемся, очень медленно мы двигались, но мы двигались. Мы подошли сейчас к тому рубежу, что теперь мы можем еще раз повторить, в официальном приюте у нас совершенно, вот когда будет подписано договор с нежгородцами, на официальных условиях работать именно по решению проблемы безнатурных животных. Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к нежгородцам, чтобы люди понимали, что, конечно же, это не будет тот сейчас приют, куда можно любой и каждый ленивый нести забрасывать животными, потому что, во-первых, нужно понимать, что у нас там будет безвозмездная аренда, но на сегодняшний день пока нет, нет такого точного, скажем, решения, что нам там вот откуда-то будут валиться деньги, не то, что валиться, а нам, допустим, администрация будет помогать чиновники, то есть вся работа, начиная с коммунальных платежей, с каких-то ремонтных работ, с тех строительных работ, которые нужно сделать, приобретение имущества, клеток, для передержки после стерилизации, там, 5-дневный срок животных в теплом помещении, а потом их отправлять в барьер еще на 5 дней, вот это все, плюс сторожа, мы понимаем, эта территория, плюс люди, которые должны будут ухаживать, то есть это все требует финансовых затрат, даже если мы берем по минимуму, это все сейчас ложится на наши плечи, и были вот неосторожные такие, знаете, на мой взгляд, скажем так, в СМИ появлялись такие публикации, когда говорилось, вот там ремонт построен за счет неравнодушных новгородов, в том числе денег, которые поступали на счет, на сегодняшний день, с момента регистрации нового НКО возрождения, на нашем счету было всего лишь и остается, да, 16 тысяч, то есть мы не могли никаким образом, во-первых, у нас нет такой финансовой базы и не было, это первый момент, второй момент, мы по уставу и по закону ничего не имели там ремонтировать, да, это не наша собственность, она была, если остается муниципальной, плюс там она приписана пока по контракту так с нижегородцем, чтобы люди понимали, что мы на таких денег не тратили, все, что сделано было на сегодняшний день, это первое, это областные деньги, которые были перераспределены большим трудом, но вот область помогла, да, это частичные работы, и частичные работы, города привлекала спонсоров там своих, да, каких-то, вот, которые тоже там сделали вот определенные виды работ, ну, если есть вопросы, я готова ответить. Будем надеяться, что наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, и наверное, хотелось бы услышать какой-то от вас прогноз, как на ваш взгляд, вот, когда уже состоится такое торжественное открытие, когда новгородцы смогут, ну, вот, вы опасаетесь подкидывать, наоборот, будут приходить, будут выбирать этих животных, брать их себе домой, вот, как это обычно работает, вот, с такими, да, с организациями. Людмила, ну, я думаю, что нам все равно немножко нужно времени, ну, декабрь, по крайней мере, для того, чтобы, во-первых, полностью документально, по закону, как-то вот требует именно закон, да, вот, вот наше отношение с нижнегородцами, да, документально подтвердить, это первое. Второе, начать отлавливать собак и именно сажать их уже сюда и посмотреть по факту реально, что у нас так, что у нас не так, да, ну, имея многолетний опыт, каждый из нас, вот, представители НКО, которые мы вот вошли, каждый из нас имеет многолетний опыт работы с безназорными животными, плюс опыт ведь еще и отрицательный, да, то, чего не нужно сделать. Вот сейчас мы попытаемся именно на практике уже, да, не на словах, на практике попытаемся работать, посмотреть, что у нас так, что у нас не так идет, и я больше всем уверена, что, ну, первый месяц, вот в декабре, он нам должен как раз показать все нюансы. Как только у нас мы понимаем, что, да, у нас пошла работа, пошла, 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 мы первые те, кто будем приглашать людей что, пожалуйста, посмотрите, как это работает. В сетях ведь очень сильно наблюдая за работой приюта, наша работа не сможет оставаться за вот этими закрытыми большими металлическими дверями, я вам уверяю, она должна, и она будет прозрачной, вот, поэтому просто чуть-чуть потерпеть, нам вот самим, да, вот нужно откнуться в эту работу, понять, как мы что начинаем делать, распределить обязанности, и потихонечку, и открытие будет. Мы сами его ждем, на самом деле, потому что это выстраданный такой проект многолетний, ну, по крайней мере, для меня это 9 лет работы зоозащиты, которая была, она не только была направлена, да, на приют, но, конечно, помогаем и будем, помогать животным, другим, которые, как бы, не относятся к приюту, но, тем не менее, это именно 9 лет целенаправленной вот такой вот работы, и когда ты идешь, идешь, и все равно веришь, что приюту быть в Великом Новгороде, а самое главное, приюту быть такому, в котором животные должны содержаться в чистоте, это должны быть все-таки ухоженные животные, в приюте должно быть обязательно чисто, да, что это не комплагерь, о которых мы сейчас до сих пор часто очень и читаем, и видим, и слышим, да, как это происходит в городах у нас на территории России, поэтому мы не должны ни в коей мере, мы не хотим, не то, что не должны, мы не хотим повторять вот таких вещей. Спасибо вам большое, Лариса, спасибо всем нашим сегодняшним участникам, на этом все, до встречи в следующую пятницу, всем всего доброго и хороших вам новостей.